Мы снова в студии, у нас в гостях ночное хулиганское радиошоу «Хардиология» в лице Игоря Дагона, диджей Мачета, и к нам присоединяются ребята, которые сегодня будут участвовать в качестве моделей и в качестве, как сказать-то, в общем, участников рейва. Но это попозже, а пока, Игорь, вот тебе указка. Расскажи нам, как должен выглядеть рейвер, когда пришел к вам на концерт «Хардиология». Ну да, потому что бывает, если на рейве видишь человека, не знаю, например, в пиджаке, например, то это, скорее всего, он со свадьбы, выбивший, ошибся клубом, да, то есть надо приходить готовым, чтобы не в платье, нет. Сейчас мы вам расскажем. Вот на примере девушки, если рассказать, можно начать, наверное, с обуви, обуви, видишь, такая, милитаристайл солдатский, это очень удобно танцевать, топтать. Если ваш брат метр тридцать, и он пришел за армию, то забирайте его берцы. Да, 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 совершенно верно. Ну или купить в магазине. Ага, я тут слишком быстро пробую, чтобы стоптать что? Чтобы не стоптать, наоборот, потому что кеды быстро стоптываются под наши жаркие сеты, поэтому ботинки хороший вариант. Так, хорошо. Что касается штанов, ну это милитаристайл, очень многие любят эту тему, потому что рейвы часто проходят в каких-то полузаброшенных, якобы заброшенных. Или в лесах, если что, не заметят. Да, совершенно верно. Футболка какая-нибудь модненькая, на которой должно быть написано что-нибудь... Что-нибудь на языче... Нет, не обязательно. Это уже зависит от ваших жизненных убеждений или чего-то в этом духе. Ну то есть, в принципе, милитаристайл, если сказать в целом. Это что касается девушек, хотя девушки могут переходить совершенно по-другому. Главное, не в платьях, не в юбках, потому что сами потом будете жаловаться и собирать разорванную эту тему. Причесочка, причесочка, давай еще попробуем. Причесочка, ну причесочка, она, в принципе, эта прическа символизирует, что можно плясать, скакать и не укладывать ничего. Так, хорошо, запомнили, да, мы переходим к мужчинам. Не перебудусь с тобой, да? Начнем с ботинок, это модно, это буква Н. Типа нет скуки, да? В кедах парням тоже весьма удобно, потому что, ну, солдатская обувь какая-то, даже если она ногам тяжеловата может быть. А человеку может еще в армию, понимаете, зачем ему плоскостопие? А возможно сразу с рейва? Да, если диджей военком и все в рассыпную. Да, тук-тук перед этим. Джинсы, тоже стандартная весьма одежда, но она, знаете ли, весьма удобна. Берите какие-нибудь эластичные джинсы. Если вы из канала Топ Шоп, магазин на диване, хороший ведущий, эластичные джинсы, можно повернуться. Игорь, подумай, если не по кате с кардиологией, ты знаешь, куда идти. Ссылка в описании. А, это не Ютуб, так. Футболка, обязательно какой-нибудь яркий, кричащий принт, что весело, хорошо. Я прям слышу, как он кричит. Ну, видишь, да, рот закрыт, но он слышно. Вот такой звук я почему-то слышу. Да, прическа какая-нибудь желательно, не как у меня там, или у Сташа. Наоборот, чем короче, тем лучше, потому что, знаешь... Не за резон, не за резон. Да, да, ну, потому что мы-то ладно, мы же все с телек и с радио, что уже... Чтобы немножко вас подготовить к этому жесткочу, у нас тут 40 человек еще за кадром, они сейчас к нам придут. Дайте шум 40 человек. Бау-бау-бау-бау! Я подыграл. Двое из них просто умеют говорить остальные. Мы сейчас немножко разбавим наш жесткий эфир милым сюжетом о потерявшихся животных. Совсем скоро вернемся и порывимся. Готовьте одежду. Вечером 7 сентября убежала собака породы хаски из деревни Подберезы. Возможно, ушла в сторону Коминтерна, Шихова или Макарьи, без ошейника. Если вы что-то знаете о местонахождении этой собачки, звоните по телефону 8 922 660 5078 или 8 922 930 15. Предусмотрено вознаграждение.